Добрый день, дорогие друзья! С вами сегодня снова я, Татьяна Горбунова. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, насколько изменился интерфейс, как работать в обновленном кошельке, как в него зайти, как его создать и как сделать какую-либо транзакцию в обновленном кошельке. Итак, поехали. Первым делом, что мы с вами делаем? Первым делом, я как всегда говорила, так и буду говорить. Мы с вами заходим на сайт призм.ком.ру, который создан специально для нашего удобства, где воедино собраны все необходимые ссылки. Вот так вот выглядит наш сайт призм.ком.ру, чтобы вы не ошиблись визуально. Посмотрите, как он выглядит. Затем мы с вами спускаемся в самый низ сайта. И вот здесь, внизу, в подвале сайта, мы с вами заходим на GitHub. Вот оно на синем поле. Внизу четвертая строчка. Нажимаем на GitHub, исходный код. Нажимаем на него и попадаем на наш GitHub сердце призм. Почему сердце призм? Я думаю, что те, кто посещал наши уроки, те знают, что такое GitHub сердце призм. Не будем отвлекаться. Итак, для того, чтобы попасть на наш кошелек, мы с вами зашли на GitHub, где собраны воедино все необходимые безопасные ссылки. Я подчеркиваю, безопасные ссылки. И здесь мы с вами заходим на строчку «Удобный онлайн кошелек зеркала для того, чтобы попасть в кошелек». Нажимаем на вот эту кликабельную, видите, она кликабельная ссылка. И попадаем в обновленный наш кошелек. Вот так вот он выглядит. Давайте по порядку. Итак, для того, чтобы нам с вами создать новый кошелек, достаточно нажать вот на эту кнопку. Я думаю, что здесь вполне очевидно, даже если вы не обладаете английским языком, то слово «Registration», «Regистрация», я думаю, всем понятно, что если мы создаем новый кошелек, то мы нажимаем на кнопку «Регистрация». Если же у нас уже есть кошелек, то, соответственно, мы нажимаем на кнопку «Sign in». Итак, давайте по порядку. Нажимаем на регистрацию. Вот давайте я сейчас переведу страничку, перевести на русский. Вот, видите, либо регистрация, либо войти в систему. Итак, для того, чтобы нам с вами создать новый кошелек, мы с вами нажимаем на кнопку «Регистрация». Нажимаем, и у нас с вами автоматически сгенерировалась первая часть приватного нашего ключа, то есть первая часть нашей парольной фразы, которая создается один-единственный раз, если вдруг вы где-то потеряете эту парольную фразу, либо что-то случайно переставите местами, либо еще что-то, вы никогда в жизни не сможете восстановить этот пароль. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте предельно внимательны. Теперь, смотрите, у нас с вами тут прописано «Добавьте 16 случайных символов в случайные места». То есть, смотрите, ваша задача после того, как у вас генерировалась первая часть вашего приватного ключа, или по-другому сказать, вашей парольной фразы, вам нужно придумать еще 16 случайных символов. Я хочу акцентировать ваше внимание на то, что здесь имеется в виду только прописные латинские буквы. То есть, если вы напишете фразу на русском языке, на английской раскладке, то не прокатит. Нужно придумать парольную фразу именно на английской раскладке. Также я хочу акцентировать ваше внимание, что пробел – это тоже считается символом. Вот, смотрите, я делаю пробел, и видите, у меня уже вот здесь пишет 15 случайных символов. То есть, вот эту парольную фразу, которую мы сейчас с вами вместе придумаем, вы можете ее вставить хоть куда, хоть в самое начало вот сюда, хоть в конце этой сгенерированной автоматической фразы. Давайте будем вместе с вами придумывать какую-либо фразу. Значит, я меняю язык, ставлю на английский, да, и пишу какую-то фразу. Я, естественно, так как я сейчас демонстрирую вам экран, я, естественно, буду просто так что-то напишу. Ничего конкретного я буду пользоваться этим кошельком. Я, естественно, не буду так, как я его продемонстрировала вам. Посмотрите, все. Я записала, сгенерировала полностью парольную фразу, которая у нас один раз создается, да. И эта фраза, видите, нам даже вот такое вот… В этом окошечке даже с вами написали предупреждение такое, да. Это кодовая фраза. Фраза не может быть восстановлена. Запишите на бумаге или сделайте фото. Друзья мои, смотрите, это на самом деле замечательная рекомендация. Я вам всем рекомендую сделать скрин, распечатать эту фразу и, естественно, никогда никому не показывать ни при каких обстоятельствах эту фразу. Давайте я ее сейчас скопирую. Вот я ее скопировала. Дальше я эту фразу буду хранить в обрезанном виде. То есть вот в первый раз, когда мы только создаем кошелек, я эту фразу копирую целиком. И я ее… Более того, я ее еще и сфотографирую. То есть в Word я ее сохраняю. Дальше, видите, у нас с вами кнопка, после того, как мы скопировали, сохранили целиком всю вот эту вот нашу с вами парольную фразу, мы с вами нажимаем на кнопку «Войти в систему». Нажимаем. И вот сюда, когда мы только в самый первый раз заходим по только что созданному кошельку, мы вводим полностью целиком наш с вами приватный ключ или парольную фразу и нажимаем на кнопку «Войти в систему». А теперь смотрите, что мы здесь с вами видим. Мы с вами только что создали новый, абсолютно новый кошелек. Он у нас, естественно, еще не активированный. Для того, чтобы нам его активировать, мы должны передать адрес кошелька. Вот он наш, адрес кошелька состоит вот из этих вот букв и набора букв и цифр, да. И публичный ключ. Не путаем приватный ключ и публичный ключ. Также, когда мы с вами только-только создали новый кошелек, у нас тут есть с вами вот такой вот блайдик, о чем он нам с вами говорит. Нажимаем на него. Давайте перевел он нам, да. И что мы здесь видим? Смотрите, нажмите «Сгенерировать призм QR-код», то есть мы можем здесь создать призм, создать QR-код, где будет полностью вся необходимая информация. Полностью вся необходимая информация. И сюда будет входить в том числе наш с вами приватный ключ. Поэтому, когда вы создаете QR-код, вы его распечатываете, обязательно распечатываете, только при наличии своего личного домашнего принтера. Не вздумайте нигде у сторонних людей распечатывать свой QR-код. Это ваши деньги, это ваш личный кошелек. То есть это равносильно будет тому, что вы придете, не знаю, к соседу Васе и ставите свой кошелек открытый. Не важно, что вы доверяете этому Васе. У Васи могут сидеть какие-то гости, о которых Вася даже не знает, что они способны на какую-то кражу. Но это я так, конечно, утрирую. Но тем не менее, никогда нигде не распечатывайте у сторонних людей свой QR-код. Только при наличии своего домашнего принтера распечатайте QR-код. И после этого мы создаем с вами QR-код. Нажимаем вот сюда создать QR-код. И смотрите, что мы здесь имеем. Мы здесь можем с вами придумать свой пин-код, чтобы с легкостью попасть уже в свой кошелек. Ну, давайте для демонстрации просто я придумаю какой-то пароль. Пин-код, вернее, скажем. Ну, вот, думаю, я 4 единицы, пусть будет так. То я согласна. Поставила галочку. После этого я набрала повторно пароль, который я придумала, да? И как бы если он совпадает, то все отлично. Нажимаем на галочку. Вот, посмотрите, вот наш QR-код, о котором я говорила. Он у нас с вами создан. После чего мы можем спокойно, с легкостью распечатать наш с вами QR-код, в котором как раз зашифрована наша с вами парольная фраза, либо приватный публичный ключ. Но еще раз хочу напомнить о том, что распечатывать его нужно только при наличии своего личного домашнего принца. Не вздумайте идти куда-то там в фотосалон, тем более в какой-либо сервис или вот у нас в магазине можно распечатать. Не вздумайте этого делать. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны и бдительны и аккуратнее к своим сбережениям, к своим кошелькам и к своим средствам. Итак, ну, у меня, понятно, сразу вышло на печать. Я могу распечатать, но так как я демонстрирую, естественно, я этим кошельком пользоваться не буду, так как я вам всем тут все показала уже, как это все делать. Соответственно, это просто демонстрационный кошелек. Итак, отмена. Я распечатала, ну, скажем так, условно, я распечатала кошелек. Вот он мой QR-код. Вот так вот он будет выглядеть. Здесь, ну, вот она переведена на русский язык. Это парольная фраза. Сюда входит адрес кошелька. Вот видите, распечатать, сохранить, как в PDF. То есть вы можете как в PDF распечатать, так и просто в Word-овском документе можете распечатать. Это уже на ваше усмотрение. Но, друзья мои, вы должны понимать, что после того, как вы этот документ распечатаете, вы должны хранить его в таком укромном месте, где никто не сможет сойти, увидеть и прочитать вашу бумагу, потому что на этой бумаге все ваши личные данные. То есть запросто могут сочетать QR-код и зайти в ваш кошелек. Поэтому, как хранить ваш приватный ключ, выбирать только вам. Либо вы распечатываете и убираете куда-то в укромное место сейф или еще куда-то, это уже на ваше усмотрение, если есть сейф, замечательно. Либо вы в обрезанном виде просто храните эту фразу. Что такое в обрезанном виде? То есть, смотрите, вот первую часть, которую у вас автоматически сгенерировал компьютер, вы ее копируете и отдельно в Word вы ее храните. А вот эту фразу, которую вы дописывали, сами придумывали, да, вот одну фразу из 16 или 15 символов, потому что пробел, он тоже считается символом, вы уже либо в уме ее помните, но я все-таки рекомендую куда-либо записать, в блокнот или также в Word сохранить, но уже в отдельном Word, то есть совсем в другой папке, чтобы вы знали, где находится хвостик, назовем его вот эту вот парольную фразу, которую вы придумали, хвостиком, где ее хранить. То есть это хвостик, хранитель где-то отдельно совсем. Вот. Также почему безопасно делать скриншот при создании кошелька либо фото, потому что вордовский документ, его, если вдруг вирус попадает к вам на компьютер, то этот вирус, он может считать этот файл полностью и скопировать, а вот фото или скриншот, вирус этот не сможет считать уже, то есть он не сможет разобрать, что у вас тут прописано, поэтому рекомендуется сделать фото или скриншот. Я думаю, что здесь все понятно. Мы с вами закрываем, закрываем, и мы снова видим с вами, какую информацию мы видим. Адрес нашего кошелька, который мы должны будем предоставить предоставить для активации тому человеку, который пригласил нас в призм. Значит, вот он, адрес кошелька, вот так вот он выглядит. И публичный ключ. Не путаем приватный ключ и публичный ключ. То есть публичный ключ – это тот ключ, вот мы нажали с вами на адрес кошелька и видим адрес кошелька. Достаточно нажать на эти два квадратика, чтобы скопировать и передать человеку, который вас будет активировать ваш кошелек, и открытый ключ. Либо его еще называют публичный ключ. То есть вот эти вот, тут набор цифр и букв идет, вот эта вот длинная строчка. То есть вот эти два реквизита, их можно передавать, то есть с ними можно работать. Их можно, вот их как раз и нужно дать тому человеку, который будет активировать ваш кошелек. И в дальнейшем, когда вы вдруг решите кому-либо, кого-то либо активировать, либо, чтобы вам на ваш кошелек перевели монеты, допустим, да, то вам всегда важны именно вот эти два реквизита. Это адрес вашего кошелька, вот он, адрес вашего кошелька. И открытый ключ. То есть также можно их распечатать, сохранить как PDF и, допустим, передать тому человеку, кто вас хочет активировать именно в виде PDF. Вот тут уже кому как удобно пользоваться. Кто-то и PDF-ом не умеет пользоваться. Кому-то удобнее просто скопировал, вставил и отправил. Вот они. То есть еще раз, смотрите, два важных реквизита для работы с кошельком. Это вот адрес вашего кошелька и открытый ключ. Все остальное это закрытая информация. Еще может быть, конечно, важен ID вашего кошелька. Вот. Но вот ID кошелька может понадобиться вам, когда вы работаете в движении. Я думаю, что здесь все понятно. Мы с вами закрываем. Вот. То есть смотрите, как мы с вами понимаем о том, что наш с вами кошелек, он абсолютно новый и он не активированный. То есть пока у нас с вами вот здесь вот в нашем кошельке в строке B баланс по нолям, в строке P парамайник по нолям, значит, мы делаем вывод, что этот кошелек, он у нас еще не активированный. И в дальнейшем, когда мы с вами, допустим, вам человек говорит, что мой кошелек уже активированный, вы делаете какую-либо транзакцию и у вас автоматически запросит публичный ключ. Если при транзакции у вас автоматически не запросил публичный ключ, значит, кошелек ранее уже был активирован. И у него просто здесь по нолям. Но также мы всегда с вами можем увидеть вот здесь вот в строке сделки, вот здесь мы можем увидеть, были ли какие-то транзакции или нет. Если здесь какие-либо транзакции уже были, то совершенно очевидно, что этот кошелек, он уже был у нас активирован. Вот. Я думаю, что здесь вам все понятно. На этом, дорогие друзья, я буду заканчивать. Я искренне надеюсь, что вам было все понятно, что этот видеоурок был для вас полезен. Ну и, конечно же, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно вот здесь под этим видео пишите свои вопросы в комментариях, и мы будем вместе с вами разбираться и отвечать на ваши вопросы. Ну, а если это видео будет для вас также полезно, актуально и интересно, то обязательно поделитесь этим видео со своими последователями, со своими друзьями, и не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на мой канал. С вами была я, Татьяна Горбунова. Прекрасного, позитивного окружения вам и больших-больших кошельков. До новых встреч!